Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, для любого блогера, конечно же, лучше принакраситься, принарядиться и записать при хорошем свете. Я записываю сегодня в машине, поэтому надеюсь, что звук будет хороший, свет не очень. Подобные видео стоит записывать, действительно, при полном параде. Речь пойдет о том, что нас молодит. Но мне кажется, мне кажется, что я для своих почти 39 лет, через какой-нибудь месяц-полтора мне исполнится 39 лет, достаточно неплохо выгляжу. Речь пойдет именно о том, как же нам выглядеть моложе. Все эти вещи я насмотрела, нанаблюдала. Прежде всего, потому что я являюсь человеком, который очень много снимает других людей. Я снимаю стритстайл, многие знают. Но также я внимательно читаю комментарии других своих зрителей. И очень многие вещи, на которые я обратила внимание, я обратила внимание как раз-таки, потому что о них написали мне вы. Например, о первой вещи, которая абсолютно точно молодит любую из нас и, наоборот, способна состарить даже 25-летнюю красавицу, это, конечно же, осанка. Люди вокруг меня ходят и заглядывают, что же я тут делаю. С обеих сторон припарковались машины, я нахожусь на парковке. Так вот, это прежде всего осанка. Осанка – это то, что влияет не просто на нашу красоту и как мы выглядим, прежде всего, со спины. Вот это знаменитое выражение «сзади пионерка, а спереди пенсионерка». Я считаю, что это очень хороший комплимент. Если ты сзади, со спины выглядишь хорошо и классно и круто, это значит, что у тебя с осанкой, прежде всего, все в порядке. И вот осанку можно себе испортить очень и очень рано и выглядеть на какие-нибудь десяток лет, допустим, в 20 лет выглядеть на десяток лет старше – это не критично, а в какие-нибудь 40 лет на десяток лет старше – это уже не очень приятно. Поэтому осанка – это очень важно, это также влияет на наше здоровье, это также влияет на то, как стареет наше лицо. Поэтому обратите внимание на свою осанку. Спина прямая, плечи расправлены, опущены, отведены назад. Я думаю, все знают эти правила, соблюдать их несложно. Единственное, что это потребует от вас некой самодисциплины, некого самоконтроля. Также еще одна интересная вещь, которую я заметила за собой, когда я монтирую, это взгляд. Ну, во-первых, я обратила внимание, в недавнем видео уже сказала, что взгляд, он очень часто у итальянок и у итальянцев, они классно. Они действительно классно выглядят, они действительно классно выглядят, это нельзя не признать. Так вот, их взгляд очень часто направлен перед собой, как минимум, перед собой. И, соответственно, мы часто смотрим вниз. И вообще люди, которые смотрят вниз, они очень часто и опускают голову. Во-первых, это выглядит, как будто бы мы чем-то расстроены. Во-вторых, это влияет на нашу осанку. Хорошая осанка подразумевает все-таки прямую спину и поднятую голову. И это влияет элементарно на формирование морщин вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я думаю, тоже объяснять никому не надо. Поэтому просто контролируя то, куда мы смотрим, мы можем действительно выглядеть гораздо лучше. А теперь посмотрите на такой трюк, который я заметила, точнее трюк, который я вам сейчас покажу, который я заметила за собой, когда я снимаю. Сейчас я смотрю на вас. Сейчас я посмотрю вниз. И сейчас я посмотрю наверх. Давайте я в сторону посмотрю наверх, как будто бы птица пролетела. Посмотрите, насколько лучше я выгляжу, когда я смотрю наверх. Вот что-то там наверху я могу разглядывать. Очень часто у меня такое бывает. Мне кажется, что кто-то пролетает мимо, и я потом на монтаже все это вырезаю-срезаю. Но посмотрите, какое мое лицо другое, когда я смотрю наверх. Надеюсь, я сейчас выгляжу достаточно естественно, потому что ничто не летает вокруг. Так вот, наш взгляд, это очень важно. Это очень важно для того, как наша голова, в каком положении она находится. Но и также это важно вообще для того, как выглядит наше лицо. Это была вторая вещь. Третья вещь, которая совершенно точно молодит. И опять же, для этого есть две причины. Это улыбка. Улыбка молодит, потому что когда мы улыбаемся, мы не даем вот этой части, этой зоне спазмироваться. Потому что когда у нас зажат рот, я даже не умею так рот зажимать, я все время улыбаюсь. Я думаю, многие зрители знают, сколько критики я получаю по этому поводу. Так вот, когда у нас здесь зажато, у нас работают, вот сейчас я не вспомню, как называются эти мышцы, депрессоры, возможно, они называются. Кстати, кстати, массаж мячиком запишу еще одно видео. Это просто вот мое личностное нау-хау, потому что я потеряла свою банку. Уже который раз не могу ее найти, наверное, закажу себе новую. Но массаж мячиком меня просто впечатляет. Я запишу отдельное видео, объясню, почему. Так вот, вот эту зону нужно очень хорошо прорабатывать, если вы не улыбчивый человек, не улыбчивая женщина, либо мужчина. Потому что здесь все спазмируется. Но и в итоге опущенные уголки губ – это всегда, опять же, признак какой-то печали. А почему печаль вообще? Это признак возраста. Просто потому что, когда мы молоды, мы легко воспринимаем жизнь, мы легко воспринимаем окружающих, обстоятельства. Поэтому улыбка на лице, она считывается как молодость. Улыбка и позитивное отношение к жизни – это удел и привилегия именно молодости. Ну и плюс, повторюсь, я раньше сама была в заблуждении, пока не начала интересоваться вопросом, что улыбка формирует носогубные морщины. Нет, она наоборот, это является улыбкой, является очень хорошей профилактикой именно носогубным морщинам и вот этой части, которая потом начинает спазмировать и тянуть нам вниз вот эту часть. Я прямо-таки сегодня теряюсь термина. Но самое главное, носогубные складки как раз-таки могут появиться, потому что вот здесь у нас все зажато и спазмировано. Поэтому улыбка молодит совершенно точно. Походка. Я на самом деле не могу сказать сейчас для себя, что влияет на нашу красивую походку, но походка выдает очень-очень-очень. Когда я снимаю своих героинь стрит-стайла, и они стоят, вот действительно, со спины очень часто я вообще затрудняюсь определить возраст. Потому что итальянки носят длинные волосы, потому что у итальянок эти волосы выглядят здоровыми. Опять же, здоровый волос – это тоже привилегия молодости, пока мы их еще просто не успели испортить. Так вот, пока итальянка стоит, со спины дать возраст практически невозможно. Там может быть и 18-летняя девушка, учитывая, что итальянки очень стройные. Но там может быть и 55-летняя сеньора. И только когда героиня стрит-стайла делает первый шаг, вот здесь уже я могу заподозрить возраст. И если походка легкая, если походка с прямой спиной, если голова поднята, не опущена, то, соответственно, меньше лет со спины можно дать моей героине. Если же походка, я на каких-то видео даже показывала, обращала внимание, такая вот, как она может быть, то, соответственно, ты вот именно по походке безошибочно можешь дать возраст. Поэтому следите за своей походкой. От себя могу добавить, как человек, который очень-очень любит каблуки. В определенный момент это нельзя не признать. На каблуках становится ходить крайне неудобно, и ноги очень сильно болят. И походка наша видоизменяется, потому что нам очень некомфортно. Поэтому спускайтесь на более низкий каблук, используйте более устойчивый каблук. Я очень люблю шпильку, много раз об этом говорила. Но я заметила, что моя походка меняется не в лучшую сторону, когда я на каблуках, потому что у меня болят ноги, устают ноги, устает спина. И, в общем-то, некомфортно мне. Поэтому, если мы хотим выглядеть молодо, то мы должны, возможно, и по-другому смотреть на обувь, в которой мы можем иметь легкую и красивую походку. Я очень люблю пастельные цвета. Очень люблю своих героинь стрит-стайлов в пастельных цветах, в каком-то хорошем светлом монохроме. Хорошем светлом монохроме, как я интересно сказала, в монохроме светлом. Но я заметила, что яркие цвета, они тоже молодят. Но молодят, скажем так, не визуально нас, а молодят в плане того, как мы считываем, мы смотрящие, считываем информацию. Точно так же, как и улыбка, точно так же, как и походка. Это определенные вещи являются привилегией молодости. Когда мы молоды, мы очень смело экспериментируем, в том числе и с цветами. Мы используем светлые цвета. Опять же, часто меня критикуют, но, тем не менее, есть такая установка, что чем ты старше, тем ты должна использовать менее броские цвета. Так вот, могу сказать, что женщины в ярких цветах, они на самом деле выглядят моложе. Просто потому, что нам хотя бы издалека кажется, что они моложе. А когда они уже даже ближе подходят, мы опять же считываем все-таки информацию, учитывая то, первое впечатление, которое мы имели, посмотрев на женщину. Поэтому яркие цвета, я совершенно точно за яркие цвета. Их нужно использовать. Совершенно точно могу сказать, что яркие цвета молодят. И яркие цвета позволяют нам выглядеть лучше. Прежде всего, если мы смогли подобрать свой цвет к лицу, выглядеть мы будем более свежей, более яркой и более отдохнувшей, и, как следствие, более молодой. Поэтому яркие цвета однозначно да. Много-много раз я говорила о волосах. И опять же, много критики, прямо-таки, каких-то даже обвинений в русофобии я получила от своих некоторых, некоторых злых зрительниц. Но могу сказать, что я сама являюсь обладательницей вот прямо-таки стопроцентно славянских волос. Мои волосы очень легкие, пушащиеся, как у принцессы. Как у принцессы. У вас, кстати, тоже, наверное, такие волосы. И могу сказать, что волосы, длина также их состояние – это то, что молодит. Безусловно, не стоит отращивать длинные волосы, если они у вас прямо-таки плохо-плохо выглядят, потому что много раз подвергались каким-то агрессивным воздействиям. Прежде всего, речь идет об окраске. Но периодически срезать, отращивать, следить за состоянием волос, чтобы волосы были блестящие, по возможности густые, на той длине, на которой они могут быть у вас такими – это очень-очень важно. Волосы, удлиненная прическа, хотя бы вот такая длина – это то, что очень-очень молодит. Блеск на волосах – это то, что очень молодит. Хотя многие обратили внимание, я сама тоже много раз отвечала на вопрос в комментариях, что итальянки не боятся седых волос и часто носят седые волосы. Я, возможно, сама буду носить седые волосы. Не знаю, как я буду с ними выглядеть. Если оттенок будет мне идти седых волос, то почему бы нет? Я не стесняюсь седых волос и не считаю, что это некрасиво. Также потому, что у меня лично седые волосы не ассоциируются с возрастом. Можно иметь огромное количество седых волос и в 25, и в 30 лет, и можно иметь мало седых волос. К счастью, это пока мой случай, когда тебе уже почти 40. В общем-то, тоже можно от генетики получить такой подарок. Но сами по себе волосы, удлиненная прическа и хорошее состояние волос – это то, что может позволить нам сбросить какой-нибудь десяток лет совершенно точно. Ну и последняя вещь, которая очень молодит, либо которая может очень-очень старить – это наша манера разговаривать. Точнее, то, как мы обсуждаем и как мы относимся к тем или иным ситуациям. Я думаю, что ни для кого не секрет, что чем старше мы становимся, тем более недовольными мы становимся. И даже если это не отражается на нашем лице, мы все-таки научились улыбаться и контролировать свой взгляд и смотреть чаще. Наверх, чем вниз. Все-таки очень важно то, как мы реагируем на определенные события. Могу сказать, что это, во-первых, может выдавать наш возраст. Вот это постоянное какое-то недовольство, постоянное воспоминание, что в моих временах было по-другому. А вот когда я была девочка, вот когда я была подростком, вот когда я была студенткой и так далее, и так далее. Это все выдает наш возраст просто потому, что мы сами на этом акцентируем внимание. Ну и вообще вот это негативное отношение ко всему происходящему вокруг, оно тоже выдает возраст. Но также очень важно понимать, что то, как мы относимся к окружающему миру, к самим себе, отражается на нашем лице. И поэтому это две вещи, которые очень связаны с нашей мимикой. Поэтому если мы хотим выглядеть моложе, мы, во-первых, все-таки не должны выдавать свой возраст своим отношениям к этому миру. Ну и, во-вторых, это отношение, его можно на самом деле при помощи вот такой самой дисциплины каким-то образом скорректировать. И, соответственно, оно просто-напросто не будет отражаться у нас на нашем лице. Наше лицо просто-напросто будет расслабленным, будет выглядеть как лицо человека, который доволен всем окружающим. И, как я уже сказала в этом видео, очень часто вот такое отношение к жизни, когда тебе все нравится, ты всем доволен, и впереди тебя ждет только самое лучшее и прекрасное, это привилегия молодости. Желаю всем своим зрительницам выглядеть моложе своих лет. Для нас, женщин, это очень и очень важно. А если даже не важно, то это просто очень и очень приятно. На этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро, мои прекрасные зрители. Всем пока-пока.